Да изоленты надо, изоленты чинить! О, какие люди! Со времен Сирии не виделись. Субтитры сделал DimaTorzok Восхождение или восстание, расхединиться, гробниц В зависимости от того, какой контекст, вкладывайте слово в Райс И с вами ваш товарищ Вескир продолжает изучение этой игры Визуал прекрасен, советскую базу сейчас будем изучать По-да-то, что-то, ну и конечно же, по традиции, ребят Все ссылочки на наши социальные сети в описании Если есть желание поддержать блюдкой любой Может даже рублем Те, кто им поддержит, наверное, даже Турецкая Лира лучше будет Ну так или иначе, все в описании Ну и конечно же, ребят, спасибо всем, кто смотрит премьеры Спасибо всем, кто пишет комментарии уже к вышедшим премьерам Спасибо всем, кто смотрит другие наши стримы Это тоже огромное спасибочки вам И отдельно, отдельно, ребят Не забудьте, пожалуйста, про водку, балалайку Клюкву медведя на однокоптерном цикле Как называется этот велосипед с одним колесом В общем, суть поняли И мы отправляемся на советский завод А, гимн И гимн не забываем тоже Что ж, вебку включаем по традиции Но не прощаюсь Погнали! Едем, едем, едем в далекие края Загружаемся, счастливые друзья Так Это последний сохранение Дело в том, что у меня был большой глюк Поэтому мы вернемся на вот это сохранение Заметьте Ух ты Я две недели не записывал Вот это да Вот это заход Ох, вот это заход Ох Две недели не записывал Я уж, наверное, забыл, как здесь все управляется Был небольшой глюк Там, по будущему сохранению Но, не переживайте Глюк такой незнатительный Все хорошо Причем такой, знаете Экспрессивный, я бы даже сказал Вам понравится Вам понравится Ну, понравится, когда вы его увидите Лучше, чтобы вы его не видели Натронный глюк Так Давайте сейчас мы с вами Так, на чем мы в прошлый раз сохранялись-то Дайте я вспомню Мужика там какого-то пытали Местного китиш-гратса Вот тебе и Россия, матушка Сибирь, батюшка Всех пытают, кого хотят Приезжайте, кто хочет Пытайте, кого хочет Троицы религий Прикрывайтесь, кто зачем надо Вы издеваетесь, да? Давайте просто по сохранению Сейчас посмотрю-ка Я вот эту Или А, я не то Я двенадцатую поставил Есть десятая Точно Извиняюсь Ну, зато посмотрите Что я чуть не ступил Ну, ладно Бывает такое Бывает Бывает такое Это нормально Я думаю Почему мы в лагере образовались-то? Когда опять же там сетку с Лениным делать Зачем мне это повторно делать? Я, конечно, не возражаю Но опять же Это же целый эпизод По сути у нас получается там Зачем мне повторно проходить целый эпизод? Нет, я делал сохранение Это я прекрасно помню Так, подождите Во Вот Потому что я же помню Показал почти 12% А Последний был 14% Я думаю Неужели Вот этот Большой кусок Это 2% Ну, тоже как-то глупо Так что, скорее всего 13% Давайте 13% Вот Спустилась Троица меня опередила Бестные жители Из поселка Неподалеку Пытались их прогнать Это я не знаю, что читаю Но Троица дала отпор И захватила пленных Теперь Если я хочу добраться До затерянного Китишграда Придется лезть внутрь Ну, доберемся до Китишграда В конце концов В старое доброе Сибири Давай, Сибирушка Я думаю Что-то не то Сохранение я открыл Какое-то Да Вот поэтому Я и записываю Делаю по-дескому Сохранению подряд Сохранение, ребята Это важно Сохранение Без него Никуда О Ну, сдох в муках В голову Не буду ее Она свидетель Моего триумфа Так Закрыто Отмычки нету Ясно Спасибо Так Вроде все сделал Да, там не откроем Ну, ладно Да изоленты надо Изоленты чинить О, какие люди Со времен Сирии не виделись Я оставил тебя за главным Да, сэр Но мы не ждали Такого сопротивления Ты был моими глазами Ты должен был видеть И понимать Как много зависит От успеха операции Да, да Но Нет Нет Не понимаешь Нет Да и как Ты можешь Больной что ли И как он потом Будет с Ларой Сражаться С слепым Я, конечно Понимаю Редакеозный Шизофреник Они все такие Все до одного Но Вы же должны Понимать Ценность Человеческому ресурсу Когда против вас Идет Лара Крот В теле которой Сидит Альберт Вескер Мы очень близки К цели Но должны Сохранять бдительность В случае успеха Нас ждет Новый мир Наш Собственный мир Очень интересный мир Прямо У нас пленник Возможно Знающий Про артефакт О Будьте верными И войдете во славу Святого источника Какой-то источник Китишград наш Это наша территория Соответственно Наша история Может перебить и всех Многие Многие здесь ходят Кто-то спиной Кто-то нет Вот этого бы Убрать бы Да его сверху Прикрывает Совсем без гребаного Топлива Останемся Укрытие На нас напали Разделитесь Противник Перехожу в укрытие Ладно Беру пушки Ну это Кого-то Ее задел Ай Зараза Лара Перехожу в укрытие Так Это плохо А Черт Со спины Зашел Молодцы Знают Как делать Респект Операцию делать умеют Боже Прошу И что с ним делать Не трогайте его Похоже Похоже у нас снова утечка топлива Что тут случилось Этой хреновине лет 50 Кажется вентиль сломался Давайте его перекроем Мы больше не можем позволить себе терять топливо Сейчас сделаем У нас проблемы со старой топливной системой Поводов для паники нет Мы ее чили Черт Муфта прокудилась Можешь помочь Да, конечно Да Да Привет Кто следующий Ага Ты значит Ты больной Давай Давай Какая Они могут меня убить Ну ладно Ладно Я забыл что они могут меня в таком положении убивать Хорошо Вторая смерть за эпизод Красота Боже Прошу И что с ним делать Не Так Похоже у нас снова утечка топлива А у меня похоже снова геймсер что-то отошел Кажется вентиль сломался Давайте его перекроем Мы больше не можем позволить себе Так есть И терять топливо Вернул контроль У нас проблемы со старой топливной системой Поводов для паники нет Мы ее чили Можешь помочь Да, конечно Тихо По-тихому все Все по-тихому Наверху есть кто-нибудь Как оно там? Черт Погоди, не так сильно Полегче Эта хрень насквозь проржавела Как оно там? Пусть девочку в ряд и устраним Тогда придется перекрыть трубу Пока не найдем новый вентиль Укрытие! Черт, нашел, да? Хорош выстрел Но мой лучше Вот что значит сделать все грамотно и по-тихому Так Так Так, тут еще где-то валялся Ну он без глаз Но он живой Как ни крути Но если я здесь всех перебью Никто за ним не придет Как ни крути Опять же Давайте осмотрим все лучше Как бы уничтожить эту цистерну? Как, как? Я его сейчас сожгу Парень! Ты ложись Да, он помер Давай, 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 давай! Есть! Лара, не смей ее тут побирать! Ага, она не смеет тебя! Давай. Давай. Если что, я с геймсира стреляю, если кто не знает. Вот так вот, в голову. Я стараюсь им в голову делать выстрелы. Это единственный безопасный путь. Хотя я мог бы их подрывать здесь, как бы, опять по бочкам, но... Но бочки-то бочки. Так. Какого-то я тут еще душил. Вот тебя, наверное, душил. Да, тебя. Так, давайте осмотрим. Да ладно, Глара, не гори. А откуда я вылезал? Тут же был пароходик. А, наверное, вон та решетка была. Просто она захлопнулась. Ну ладно, идемте дальше. Кстати, что тут написано? Отсек W3. 310... Ну-ка, дайте я почитаю. Просьба вернуть средства после использования. B9-314. 30... 30... 31-09 склад. СССР. О. О. Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Я русский. Да уж. Нашли, конечно, наименование. Так. Фрески, документы. Ну, это как... Фрески считаются. Как я понял. Это склеп. Ну, склеп мы выполнили с вами в прошлый раз. Так, документы. Ну, мы с вами прошли через склад. Это мы уже отметили. Плюс здесь еще целые охотничьи угодья. Большие. Такие хорошие. Так, древку вижу. Древку беру. Так, тут что у нас? Барбата. Барб... Ахахахаха. Барбата! Струдавайте! Злопалуки! Эльдеговысеки работник! Это... Это что, Лукашенко, что ли, писал? Ахахахаха. Кошмар. Не доверяйте ему, пожалуйста, в плане перевода. Ужасный перевод. О, базовый лагерь. Здесь Константин. Тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Да ладно тебе, ладно. Нормально. Ну... Узнаем, узнаем. Давайте начнем с навыков полезности. Так. У нас есть много чего полезного. Давайте посмотрим сначала по навыкам. Что мы можем прокачать? Так. Легкая походка. Нажмите Б в момент приземления с большой высоты, чтобы бесшумно покатиться и получить меньше урона. Интересно. Зажигательные бомбы. Делайте бомбы из красных канистр с бензином и смертоносной мины и рации противника. Сейчас это как-никак актуально. Подумаем. Находчивый боец. Чтобы получить больше опыта, выводите из строй или убивайте врагов с самодельными переносными предметами. Быстрое изготовление. Ускорить изготовление метательного и боеприпасов на бегу. Вот это, кстати, было бы очень полезным. Посмотрим, что еще у нас есть. Контролирование дыхания. Плавного прицельного. При усиленном выстреле из лука. Падальщик. Находите больше боеприпасов в телах убитых врагов. Звериное читье. При использовании инстинкта выживания животные подсвечиваются. Крупные животные легко выслеживайте. Ориентируйтесь по следам, в том числе следам крови. Так. Это, конечно, интересно. Это хорошо. Толстая кожа. Вражеский выстрел. Атак. В сочетании с каменным сердцем. Интересно. Убийца-эксперт. В бесшумном режиме вы автоматически получаете все ресурсы. Это полезно, но бесполезно. Железная шкура. Взрывы плавные, но меньше урона. Мы с вами... Смотрите, с одной стороны приземление. Хорошая штука. Но поскольку здесь есть охота. Давайте сначала с нее. Надо брать ее. Надо брать звериное чуйку. Так. Потому что в час впереди у нас будет лесничья зона. Это удобно будет. Далее. Рюкзак. Что у нас новенького? Экипировка. Охотничий колчан. Прочный колчан среднего размера позволяет нести с собой больше любых стрел. Изготавливаем. Этого как раз мне не хватало. Я сам хотел его делать изначально. Так. Бесшумные стрелы. Изготовить. Сколько смогли, только сделали. Прекрасно. Оружие. Шепот смерти. Еще призучение. По луку. Что мы можем тебе дать? Ограничитель на тетиве. Ограничитель на тетиве позволяет быстрее заряжать лук и повышает скорострельность. Это, кстати, да. Такие штуки есть. Они делаются как раз таки на тетиве. Они, знаете, они словно мушка прицела. Ты вставляешь словно в паз. Тем самым фиксируется сама стрела. Это интересно. Но пока побережем. Так. Пустой ударник. Облегченный ударник снижает заедание и повышает скорострельность. Вот это, кстати, интересно. Дульный тормоз перенаправляет пороховые газы, уменьшает отдачу и подъем дула при выстреле. Хорошо. Обернутая рукоятка. Шкурка рукоятка легче удерживает двумя руками при нанесении ударов, которые могут повергнуть даже бронированных противников. Ммм. Скорость. Против дульного тормоза. Отдача, конечно, проблема, но я пользуюсь в основном сейчас луком. Так что давайте пока на лук делаем акцент. Плюс мы можем с вами вот это прокатить дополнительно. Тоже пусть будет. Лишним не будет. Красота. Крупнокалиберный пистолет яд. Подождите. Это у меня все есть? Лунная тень. Подождите. Почитаем. Это что-то новенькое. Малый боезапас этого пистолета компенсируется большой бойной силой. Нет, спасибо. Матовый черно-плавнотический тяжелый пистолет с рукояткой ингронтированной слоновой костью. О, подождите. Так. Вот у этого я прокачал у него все. Скорость стрейд. Вот. Нахуя я сюда тогда вкачал? Ай, подождите. Ай, я ничего не вкачал. Ха-ха. Ну и хорошо. Лунная тень. Она получше, кстати. Яд. Скоростейность у него низкая. У лунной тени пониженная тоже. Скорость стрейбы. Но боезапас большой. Скорость заряжания. Уменьшенная отдача. Аксинокс. Тоже интересный. Шквал. Ну, скорость стрейбы вообще шикарная. Афтащический пистолет с ностальгической... Ностальгическая гравировка? Это что? О-о-о-о! Том Брейдер Аниверсари. Это отсылка. Респект, респект. Полостальгический пистолет. Стандартный пистолет. Но это еще в сборе. Я пока с лунной тенью похожу. Мне она сама по себе нравится. Очень удобная, компактная. Можно использовать. В общем, будем ходить с лунной тенью. А что нет-то? Я могу себе позволить. Я помогу. Все, я позволяю себе. Так, подождите. Мне показалось ли, там у нас еще было одно очко. Да! Смотрите-ка, еще одно очко на ухо появилось. Ну. Давайте тогда смотреть. Видимо, за то, что я здесь все прокачивал, у нас еще одно очко на ухо пришло. Контроль дыхания. Я пользуюсь луком постоянно. Толстая кожа. Ну, в бесшумном режиме это вручную. То есть, когда ты его душишь. Контроль. Падальщик. Экзотических животных? Ну, если экзотика, значит что-то более ценное. Беру. Да. Ну, мы сейчас с вами реально на экзотической территории. Чем мне пользоваться? Местность позволяет. Так давайте наслаждаться в полном объеме. Ну-ка. Они, видимо, реально людей не увидели. Иначе бы не попадались так ровно. Это шкуры, это очки науков, опять же. Так, вроде... Так, вроде... О. Ага. Хорошо проверяю все. Если бы не проверял, наверное бы и не нашел бы это все дело. О. Чьи-то четки. Эти четки почти совсем истерлись. Ну, тут ничего интересного нету. В общем, кто-то оставил. Ну, или кто-то помирал. Так, ну, это не откроешь никак. Ну, это хотя бы рядом с лагером было. Ну, хотя и логично. Так, а... О. Ягоды. Может, тогда нам... Сделать побольше? А, это из грибов делается. То есть... Ну, ладно. Если что, запас здесь будет, будем знать. Это лечебный просто используется. Шиповник. Давай, Лара. Незаметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь. Да путь есть! Пойдем вон там, видишь, мигают огни. Нам как раз туда. Я хочу вот здесь пройти, посмотреть, что здесь может валяться. Не могут сделать вот такой заход. Вот! Вот! Это уже другой разговор. Так, давайте смотреть. Это вот то, что мы здесь нашли с вами. Хорошо. То, что было. Это... Кандагарское сокровище. Которые чёточки были. Фреску тоже вот эту мы находили. Так. Давайте осмотримся. Эта карта мне обнаружила всё. Значит, мы можем пройтись и осмотреться. Давайте. Обычно, если что-то свежее, оно выделяется. Так. Минутку для... Только не говори, что... То, что всё, что я нашёл... Ты бы ей показал это в конце. Это типа... Просто убедись, что ты и так всё нашёл. Молодец. Нет, я не возражаю, конечно. Это приятное ощущение. Знать, что ты лучше. Но всё же. Вот это меня бесит, кстати. Вот это меня сейчас... Реально бесит. Знаете почему? А я скажу почему. Потому что будет такой же случай, как в Сирии. Вы же не хотите, чтобы я не находил сокровищек так же, как в Сирии. Последнее пропустил он. Вот моя паранойя, где и пригодилась. Ладно, идёмте наверх. Насладимся шикарным советским, постсоветским видом. И вот такую красоту ещё увидите. О, там у нас люд... Такой запас. Не стреляй. Я тебе не враг. Привет. Я покраду тогда их, раз ты не возражаешь. Вы вообще кто такие? Я всё объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку. Но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. Их нужно отключить. Помоги мне, а я поручусь за тебя перед остальными. Да без вопросов! Я им займусь. Хорошо. Времени у нас мало. Так, индикатор дополнительных заданий. Используйте индикатор выслеживания, чтобы подсвечивать места и предметы. Так, ну я так полагаю, это зажигательный, да? Или что на то роде? А, боевой нож! Лара, ты пошла сюда, не занимаясь ножом? О-о-о-о! Лара пошла сюда, не имея боевой нож. Ну ладно, уже хоть что-то, конечно, хорошо. Так, давайте там походим. Тут же у нас еще лагерь есть. Негоже лагерь бросать так вот на ровном месте. Требуется отмычка, да вы издеваетесь. А это вообще лейка! Есть хоть что-то, чего не... О! Журнал. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной Армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провианты, сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. То есть, ваше бомбоубежище находится в горе. Спасибо за информацию. Ну ладно, нам надо заняться ретрансляторами теперь. Идемте. Это экш-круто экзотика была, сейчас бегала. Ну и где эта мисс экзотика? Ладно, поохотимся чуть позже. Давайте сначала разберемся с ретрансляторами. Надо древку еще набрать. Древка понадобится. Но если увижу что-то вкусное, я возьму. Птицы кружат. Снаряжение костюмов. К счастью, я изготавливать не нужно. Так, ближайший ретранслятор вот. Так, там никого нет? Это надо сжигать. Хотя у меня нету зажигательных стрел еще пока что. Почему такая боевая музыка идет? Хотя вроде бы... Кстати, Лара, а с какой... Какой стати ты не имеешь зажигательных стрел? Ты умеешь их делать. Тебя с этим проблем никогда не было. Вот с чем проблем не было, это даже в первой части. Это с зажигательной стрелой. А, ну хотя нет, была. Она не могла сразу их делать, потому что у нее не было зажигалки. У нее не было зажигалки, поэтому она не могла делать зажигательные стрелы. Так, ну а здесь я, конечно, все обследую тоже. Негоже такую красоту упускать. Так. Может, наверху что-то еще есть полезное? Ага, вижу. Так, пропаганда. А еще доказали, что никаких богов не существует. Это, кстати, реально. Это мне нравится, кстати, если что. Смогли доказать, что никаких богов не существует. Это за это респект. Так. Надо все изучать, ребят. Надо все изучать. Надо все... О-о-о! Какая-то стелла. Надо бы из пленника побольше выбить. Если придется звать Константина, он не обрадуется. Мы продолжим давить, но... Семейная фотография. Сделана в России в конце 50-х годов. Наверное, кто-то из них сидел здесь. Красива такая фотография, кстати. Кстати, это реально русские наши. Здесь что-то написано. Помните. Его явно учили сопротивляться допросу. Похоже, это лидер потомков. Он должен знать о святом источнике. Найди его слабость. Включи фантазию. Пленник. Надо отыскать его. Во, второй ретранслятор. Да, предупреждение. Берегись, бьет током. Я прямо лутаю все только в путь. И уже, смотрите, 40 минут мы с вами. Ничего я только не нахожу здесь. Давай, открывай. Советское добро. Деталь блочного лука. Одна из четырех. Блочный лук это мощная зараза. Пробивает только в путь. Так. Кстати, они помечаются вообще все эти зоны? Чисто из любопытства. Гробница. Там гробница что ли рядом была? Ну ладно, гробницу чуть позже займемся. Давайте сначала выполним вот это задание с отключением вышек. Черт, по текущей задаче мне туда и надо. Вот как не везет. Ладно, я доберусь вот до этой. А потом обойду и пойду вот этой дорогой. Но... О, подожди. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А, там есть подъем. Да нет, спустись ты уже! Лара! Да зараза-то! Ну ладно, хоть вот так давай тогда уж. Если не хочешь, наверное, по-нормально. Ты сама отказалась спускаться по-нормально лестнице? Не жалуйся мне тут. Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Собрана из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Интересный принцип работы. Скорее всего, вот сюда положили шарик. Он падал. Ложка наклонялась, заводила в результате... Колесо. Которое, в свою очередь, приводило движение вот эту лампу. Походу, это какой-то светильник такой своеобразный. Это, по-моему, какой-то светильник был, значит, скорее всего. Я пока не рискую нажимать на лед. Так. Можно подняться поверх? Нет. Это узкое ущелье не дадут. Ладно, идете тогда за другими. Хотя мне вон туда и надо было. Но тут есть дорога. Но я не знаю, куда она ведет. Тут есть волки, что мне не нравится. Я их слышу просто уже, ребят. Бойся волков дарив. Носящие. Так, где-то здесь... Ой. О. Найдено особое место. А, вот это и есть, да? Ясно. Спасибо. Запомним. Что еще тут есть у нас? Бля. Ну все. Лара. Отдавай, 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 отдавай. Есть. Гребаные псины. Крыш отсюда. Давай, Лара. Где эта псина? Где эта собака? Я ей наваляю. Иди сюда. Я, значит, просто иду. Они тут на меня просто нападают. Это непростительно. Ну, хоть стрелки есть уже хорошо. И звери, а сколько перебили. Так, ну это уже обголоданные, видимо. Ничего не оставили. Так. Не путай меня с волком, пожалуйста. Я не кусаюсь. Обычно. Один болтает о том, что... Я не понимаю. Но это не наше. Так понимаю. Так. Так, нам не сюда. Ясно. Как мне, пап, наверх залезть? Ну, тут я вижу старую, добрую канатную систему. Так. О. Вот это слишком палевно. Так. Прочное загрожение. Что же проще загрожение? Выстрелами или взрывчаткой. Троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Работает. Так, что я нашел? Ой, не знаю, здесь, да. Это какой-то секрет. Испытание во тьму. Ладно, пока не суемся. В общем, я нашел какое-то испытание. Это пещера. Пока не суемся. Запомнил, что здесь есть пещера. Но пока я туда не суюсь. Мы, наверное, даже здесь сохранимся в будущем. Так. Как раз-таки вот древки, вот переходы. А вот эта вот вышка, которая мне и сдалась. Как мне до тебя добраться бы? Ага, вижу. Волки воют, зараза. Прямо бисит. Но мне вон туда надо прыгать. Я думаю, допрыгну. Давай, Лара. Нет, не получилось. Так. Во, вижу, кстати, вторую, если что. То есть, до нее технически я могу добраться. Вот по этой системе. Сейчас мне понять. Да, можешь. Отлично. Давай. Есть. Давай. Молодец. Молодец. Здесь канатка должна быть. А мне надо? Нет, это крайний спуск. Мне как бы туда и надо. Но она не залезет там. Хотя. А чё она знает. Можете залезть. Давайте. Лара, молодец. Нет, не может. Ну ладно. Мы хотя бы ищем... Мы хотя бы ищем маршруты. Не вижу в этом ничего плохого. Кстати, там лагерь еще нашелся дополнительно. Что хорошо. Так. Вот базовый лагерь нашли. Так. Отключили три. Хорошо. Нам как бы вниз-то надо. По сюжету. Но пока идем не по сюжету. Надеюсь, ты вовремя получила мою последнюю кассету. Мне все больше нравится их для тебя записывать. Она говорит, мне надо время от времени отрываться от книг и записей. Хотя бы для того, чтобы вспомнить, зачем я все это делаю. Знаю, ты терпеть не можешь, когда я уезжаю. Но однажды это окупится старицей. Все окупится. Целую. Учись хорошо. Знаю, ты был занят важным делом. Но тогда это ощущалось совсем иначе. Но зато... Я научилась быть самостоятельной. Заботиться о себе. Как оказалось, это важно. Ну, важно-неважно. А время уже поджимает. Давайте мы с вами тогда... Прокачаем наш пистолет. Так. Полированный канал ствола. Полировка канала ствола увеличивает кучность стрельбы на 7 урон. Прекрасно, но не то. Пустотелый ударник. Применяется ко всем пистолетам. Облегченный ударник снижает заедание и повышает чувствительность. Пока с этим проблем еще не было. Дульный тормоз. Пороховые газы. Уменьшает отдачу, подъем. Вот это, конечно, полезная штука. Полированная обойма. Плавная подача патрона с полированным газом ускоряет заряжение. Большая обойма. Мне нужен объем. А, я могу еще, значит, получается ударник. Ну, давайте удар... И урон. Полированный канал ствола. Прекрасно. Ну, смотрите. У нас с вами время сейчас заканчивается. Давайте тогда пока что мы на этом с вами. На сегодня. Закончим, ребят. Ставим... Так. Где-то... Должен быть способ забраться в старую тюрьму. Да должен. Мы его найдем. Не переживай. Но нас сейчас не до тюрьмы. Ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВК, ДНР. Ссылочки себе в описании. Наши социальные сети. Если желаем поддержать прохождение рубрикам, буду тоже всем очень признателен. Блин, ребят. Ну, конечно же. Заходим на стримы. Заходим на шортсы наши. Тоже смотрим. Наслаждаемся. Веселимся. Получаем хорошее настроение. И тем самым продлеваем себе жизнь. Ну, а с вами был Вескер. Месслара Крофт. Я, наверное, сейчас продолжу записывать. Просто чтобы, ну, не перезаходить. То есть это будет, наверное, первый раз, когда мы заходим не через меню. Ну, ладно. Почему не поделаешь? Надо, надо. Ну, чтобы сразу все в голове было на месте. И чтобы ничего не потерять. Ну, а с вами был Вескер. С вами до скорой встречи. Увидимся.